На днях президент Азербайджана отправился в рабочую поездку в Хаджавенский район. Там он знакомился с проводимыми работами по восстановлению, проконтролировал восстановление дорог и инфраструктуры, а также принял участие в некоторых мероприятиях. А после этого президент встретился с представителями общественности района, побеседовал с ними и ответил на все интересующие их вопросы. В начале своего выступления перед общественностью президент поздравил их с годовщиной освобождения Гадрута. Важность операции Гадрут заключается в том, что руководство Армении и армянская армия не ожидали, что мы пойдем на Джибраил в направлении Гадрута. Они считали, что мы двинемся в сторону Физули. Хотя их большая часть войск находилась в Гадруте, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало большой приверженности и профессионализма. «Мы показали, что никто и ничто не может нам противостоять, что мы освободим всю нашу страну любой ценой», — сказал президент. Алиев отметил, что армяне разрушили большую часть региона во время оккупации, а то, что осталось, не ремонтировалось и не реставрировалось уже много лет. А по словам президента, люди просто жили в нищете и разрухе. Все это свидетельствует об истинном отношении власти Армении к своим гражданам. А власти, получившие миллионы на развитие своей державы, просто воровали их и набивали карманы. «Мы собираемся восстановить Гадрут». Мне представили генеральный план Гадрута, его первоначальную версию. У меня было много комментариев, поэтому я не принес этот план с собой сегодня. Новый план, он будет представлен, и мы его утвердим. И сегодня восстановление Гадрута уже началось. Заложены дороги. В Гадруте строятся четырехполосные автодороги Гадрут-Жибраил и Гадрут-Физули. Строится подстанция Гадрут, закладывается фундамент и начинается строительство мечети. Я также заложил камень-фундамент мечети, и считаю, что это тоже историческое событие. Поскольку большинство жителей села Гадрут в советское время были армянами, они явно не позволили бы построить здесь мечеть, заявил Алиев. А после своего обращения он пожелал людям мира и добра, подметив, что азербайджанская власть приложит максимум усилий для выполнения своих обещаний. Кроме того, Алиев с общественной группой отправился в село Туг, чтобы проверить его состояние. Во время визита президент еще раз подметил важность восстановления азербайджанской земли.